Значит, мы должны войти в Берлин. Сейчас новость невероятная, сенсационная и поверить практически невозможно. Но это случилось. Друзья, всем привет. Ну что, на болотах продолжается страшная истерика. Сегодня Рамштайн. Рамштайн. Ну, не концерт, не группа, а собрание министров обороны и свободного мира, на котором Украине будут давать больше оружия. Паника в России зашкаливает. Путин уже ставит системы ПВО. На крыши правительственных зданий. А помните, как еще Лавров недавно рассказывал, что это Украина виновата, что мы ставим ПВО в городах, и поэтому бомбят, и поэтому потери. А теперь они стоят на крышах правительственных зданий и возле резиденции Путина. Появились видео этого. Друзья, сейчас подробно о том, какой страх. Реальная паника на московских болотах и как они пытаются прикрыться своим ПВОшечкой. Обо всем подробно. Вы не забудьте поставить лайк, прокомментировать, поделитесь этим видео. Помогите мне его распространить. Это очень важно. Итак, друзья, сегодня Рамштайн. Вы знаете, это топ-тема. Мы ждем результатов. Ну, многое мы уже знаем. Новый пакет военной помощи от США на 2,5 миллиарда долларов. Страйкеры, Брэдли. Те самые Брэдли, про которых Минцирка России Коношенков рассказывал, что они их уже какие-то уничтожили. Да, но это непонятно, еще пока даже не пришли. Ну, в общем, реально важные новости и серьезное оружие. И у истерика у Скобеева. И она говорит, что, боже, похоже, что США, вот Нью-Йорк Таймс рассказывает, что США готовы помочь Украине отвоевать Крым и нанести удары по российской инфраструктуре в Крыму и даже по Крымскому мосту. Послушайте, как Скобеева об этом рассказывает. Это просто зачет. Сейчас новость невероятная, сенсационная, и поверить практически невозможно. Но это случилось. США собираются помочь Украине нанести удар по российскому Крыму. О таких немыслимых планах администрации Байдена сообщает издание Нью-Йорк Таймс со ссылкой на официальных представителей Белого дома. Сразу два источника издания сообщают также, что ВСУ могут получить бомбы малого диаметра наземного запуска. Это такие крылатые снаряды с ракетным двигателем, которые могут запускаться с установок МЛРС и Хаймарс на расстоянии до 150 километров. Издание сообщает, что Вашингтон обсуждает с Киевом даже удары по Крымскому мосту. И не только. Если верить газете, такой шаг американцы решили предпринять. Далее прямая цитата. Для того, чтобы в будущем усилить переговорную позицию Киева. Конечно, много ожиданий сегодня от Германии. Что решит Германия сегодня, в ближайшие дни по Леопардам. Ребята, давайте уже Леопарды, как сказал Борис Джонсон. В общем, ну и этого очень боится тоже Россия. Опять вышел этот безумие Соловьев. И опять грозит, что захватим мы, зайдем мы в Берлин. Я хочу, чтобы он встретил этого идиота. В Берлин он зайдет и в Париж он зайдет. У тебя заходилка уже сломалась, угрожает. Вообще, я думаю, что лучшее пропаганное... Нужно, чтобы Соловьев продолжал. Нужно перед Рамштейном крутить его Соловьева безостановочно. Изостановочно его вот это вот, чтобы как можно больше немцев это увидели и осознали этих идиотов. Немцев и французов. Я уверен, тогда помощи, друзья, будет еще больше. Посмотрите на этого идиота. Шольц говорит, что агрессией России мы должны победить. Шольц. Значит, мы должны войти в Берлин. И не выходить оттуда никогда. Когда поставил свою версию колесных танков Макрон, значит, мы должны войти в Париж. И не выводить больше оттуда свои войска никогда. Глупцы. Горбачев, Ельцин. Которые вывели наши войска из Восточной Европы. Глупец Хрущев закрыл нашу военную базу в Финляндии. Дернулись бы сейчас все эти. Молчали бы в тряпочку, не было бы ни санкций, ничего. Американцы после Второй мировой до сих пор оккупируют существенную часть Европы. Их войска там стоят. А мы что домой засуетились? И разобраться бы еще со всей этой шоблой. Ну а при этом даже в самой России находятся те, кто говорит, друзья, там мы-то полностью провалились. Все провалено. Представляете, такое они говорят. И все планы Путина провалены. Их там еще перебивают, конечно. Но прям какие-то здравые мысли у них там начали появляться. Послушайте. Ну давайте я коротко постараюсь. Постарайтесь, да. Во-первых, теперь становится ясно, и даже по самому Путину это видно, насколько катастрофической ошибкой было само решение начальника СССР. Это только вам становится пока ясно, Борисович. Это очевидно. Когда все это начиналось, абсолютно очевидно, что предполагалась колониальная война. Что я под этим понимаю? Страна, огромная Россия, живет как жила. Люди ходят в рестораны, в театры, в футбол, ездят за границей. Все классно, все хорошо. Вы это говорили накануне. Отправили экспедиционный корпус, контрактников, там Росгвардию и так далее. Так, быстро победили. Украинская армия разбежалась, Зеленский в улице уехал на запад. Мы вошли в Киев, посадили Медведчука, там Януковича, кого угодно. Вот так все планировалось, да? Я не знаю, кто наговорил Путину, что украинцы не будут сопротивляться. Вы этот план видели? Да слушайте, кончайте уже, успокойтесь. Все понятно. Дальше. Что пошло дальше? Борис Борисович, очевидно. За год серьезных боевых действий, когда ресурсы... Ему все так понятно, а от Путину было не понятно. За год серьезных боевых действий, мы видим следующее. Мы видим следующее. Продвижение на фронте, ну какое-то, конечно, есть там, Запорожье и так далее. Но цена этого продвижения такая. Полностью уничтожены украинские города. То есть Мариуполь, это просто вообще ужас какой-то. Только Грозный так выглядел. А Мариуполь, российский город, если что, Борис Борисович? Вы видели, как Мариуполь восстанавливается какими-то... Мы видим миллионы беженцев из Украины и с этой территории и так далее. Мы видим миллион беженцев сюда, в Россию. Почти три. Мы видим дальнейшую гуманитарную катастрофу. Дальше. Выяснилось, что контрактной армии, Росгвардии не получается. И теперь дальше. Вопрос. Чем все закончится? Ответ абсолютно неочевидный. Я вам так скажу. Я согласен, что крайне маловероятно глобальная победа... Ну, я не могу себе представить, что Украина завоюет Россию, там, Кремль, а захватит и Путин убежит. Не готов представить. Точно так же я могу представить сценарий, при котором российская армия возьмет штурмом Киев. Могу представить сценарий. Крайне маловероятно. Тихо, тихо. Вопрос не в этом. А теперь я скажу, какая будет цена этого. Цена этого следующая. Чтобы реально взять Киев, чтобы реально победить украинскую армию миллионных, которые помогают, заваливают оружием Запад, вы должны, товарищи, сделать следующее. Это я обращаюсь к патриотам. Ну, давайте сделаем. Первое. Объявить реальную мобилизацию в стране. Реально поставить под ружье несколько миллионов мучриков российских, да? Дальше. Вы должны, дорогие товарищи, реально закрыть выезды страны. Реально перевести всю экономику на военное положение. Вы при этом добьетесь того, что в руины превратиться, как Мариуполь, огромные города, миллионные в Украине, включая Киев и Харьков. Вы получите при этом сотни тысяч погибших людей, да? Вы этого хотите? На голос здравого смысла понятно. Там 50 голосов безумцев, которые продолжают угрожать ядерным оружием вместе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Ну, это пьяный медведь, который постоянно какую-то чушь пишет. Посмотрите на акад. Мы то используем, сами знаете что. Если поставить еще больше, 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 больше оружия, приводит к тому, о чем сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев сказал. Очень точно. Вы сталкиваете ядерную державу к ситуации, когда у нее останется только то, чего вы вдруг перестали бояться. А с какой стати вы перестали бояться? Вы должны, еще раз говорю, бояться каждый день. И не надо нам говорить о том, что мы ни в коем случае, не дай бог. Ребят, вы именно ставите то положение, когда ничего другого не остается. Либо капитуляция, либо применение того самого. Ну, извините меня, но не мы создаем эту ситуацию. Ну, и на фоне таких безумцев, которые, с одной стороны, всего боятся, а с другой стороны, угрожают тем, тем сами знаете что. Конечно, международная изоляция России продолжается. Ну, мы уже говорили о том, что президент Сербии Вучич в Давосе сказал, что Крым это Украина, Донбасс это Украина. Вообще он против войны и вообще не нужно втягивать туда сербов. Ну, это он уже к России обратился, внимание. Да, ну, так теперь уже Иран, друзья. Иран сказал, что он не признает новые регионы, вот эти, которые якобы Россия захватила. Иран, а в Казахстане их союзники по ОДКБ, депутата, который высказался в поддержку российской войны, выкинули к чертовой матери из его партии и уже выкидывают из парламента. Полная изоляция России. Ну, Путин так и смог, великий стратегический гений. Друзья, помогите поделиться этим видео. Сегодня будет много интересных информации из Эрнштайна. Следите за ней на моем телеграм-канале, не забудьте подписаться. Держим строй.